Всем привет, ребята! Передаю привет всем, кто сейчас в Германии. Я беженка с Украины, Аня и Настя. Сейчас я хочу вам рассказать. Аня за кадром. Да, Аня за кадром. Я очень хочу с вами поделиться такой ужасной новостью. Может быть, вы уже встречали таких людей, назовём, с чего я начну. Но это просто ужасно, это просто капец, ребята. Я не понимаю. Я всё, конечно, благодарю Германию. Но зачем наши украинцы делают то, что нельзя? Я этого не понимаю. Что я хотела вам рассказать? Начнём с того, как я заехала сюда, в Германию. Нас поселили в Лае. Спортзал. Это был спортзал. Мы находились с ужасными людьми. Я подругом это не назову, потому что каждый день они выпивали до 2-3 часов ночи. И при этом был охранник. Охранник был. Ничего им не говорил. Не говорил, прекращайте это, идите ложитесь. Нет. Всем было всё рано. Они бухали каждый час, каждый день с утра и ночью. Ну, с утра у нас другой персонаж был, о котором сегодня будет речь. Вот так у нас продолжалась жизнь в лагере. Мы это терпели, терпели. Мы там находились 2 недели. Потом всех начали расселять по вот таким прекрасным... Кого-то в школу, кого-то в гостиницу, кого-то в полицейский участок, кого-то просто поставили контейнера. Я даже не знаю, как это называется. Типа... Как это у них называется? СМС-городок? Да. Типа городки СМС... Ой, я не могу, я прилегала. Да. Из которых контейнеров. Они там живут, проживают в данный момент. И как бы вот... И мы тоже находимся. Я очень благодарна Фермании, что я попала в такие условия. Мне очень всё нравится. Что я хотела рассказать более подробнее? Я хотела более подробнее вам рассказать о случае с беженкой, который приключился. Я думаю, не только вы от меня это услышите. Я думаю, что у вас очень много историй таких было в этом... У нас есть печальные новости в Германии для украинцев. Я вам расскажу то, как не нужно делать некоторым мамочкам на территории Германии. Это касается, я уточню, алкашей. А их много? Да. Их здесь много. Не только наших, то понятно. Но сам факт, как не нужно делать. Если не хотите проблем. Если не хотите проблем, если вы хотите здесь остаться, пока война у нас как бы длится. Поэтому думайте прежде, чем что-то делать. Так вот, начну рассказывать вам про эту беженку. Нана находилась в нашем лагере, жила с нами в спортзале. Я не знаю, сколько лет, я не буду говорить, уточнить информацию, откуда она и что. У неё был ребёнок. Ребёнку было 5 лет. Или 6. 5 или 6 лет. Уже было и есть. Ну, есть. Я в общем говорю, поведение ребёнка, я считаю, было... Ну, как... Его, помнишь, девочка сбила, кстати? Да, он как бы тихий был. Это было видно, что типа... Он запуган. Ну, воспитания как бы нет. Он сам по себе... Он ребёнок сам по себе бегал, игрался. Никому не нужен был. Никому не нужен был. Он утром, с самого утра, сколько дней я выходила в спортзал в лагере с Аней, он постоянно то к нам подходил, то к другим людям и спрашивал, а где моя мама? Особенно вечером. А где моя мама? В 9 мы выходим. В 9, 10, 11. Ну, мы часто ходили курить, мы выходим, и он всегда подбегает и спрашивает, вы не видели мою маму? Мы просто, я думаю, капец, вот это да. Ну, типа, они уже не первый раз, мы никуда не лезли, но и как бы странно нам это всё казалось в том, мы как бы... А мама сидела где? А мы вот это потом все вышли покурить спать и видим, что... Мама сидит за столиком. И что делает? Ну, влашаная в хлам. Ну, влашаная, бухает во всё. Ребёнка забыла, что она где-то этот, она забыла, что она в Германии. Она забыла про законы, да ладно. Так каждый день это было, да? Каждый день это длилось, длилось, до двух, до трёх часов ночи. Но это, я не знаю, почему охранники закрывали глаза, для меня это до сих пор непонятная история. Как бы да. Что было потом? Вот так они жили в том лагере, я их встречала с Аней. И иногда я же говорю, ребёнок сам по себе, утром, ёмми, вечером, как бы, мама, нет. Мама придёт, он хочет кушать. Она его заставляла есть мивину, чтобы понимали. А он не хотела, она ему под затылок. Она орала на него, что, ешь лапшу, я тебе сказала, ешь что, мивину, либо ты сейчас вообще ничего не будешь есть. И как бы да. И что вы думаете, всё пособие она куда потратила? Конечно же, на свой любимый алкоголь. Потом всем ходила, рассказывала, что и детская пособия пропила. А потом все узнали, и сама она рассказала лично всем, что она пропила детское пособие. Очень интересно, увлекательно, конечно. Зачем об этом говорить, уточнять, я не понимаю. Ты сама себе делаешь проблемы? Как бы мы это вот сами не понимаем. Зачем так делать? Что ж в итоге? Прошло 2-3 недели, всех начали расселять. Я же говорю, вот, в школу, кого-то в смс-парк, кого-то в гостиницу, кого-то в полицейский участок. Она попала, я не буду говорить, наверное, я просто скажу, что это был как лагерь. Там находятся контейнера, и там они проживают. Я не знаю, где сейчас она, но могу рассказать. Она у нас квартиру нашла. А, всё-таки нашла. Я вот этого момента не знала, а Аня вот знает. Всё-таки она квартиру, видимо, нашла, и там сейчас проживает. Ты смотри на камеру, а не на меня. Что случилось с ней дальше? Вы не поверите. Пока она проживала с другими беженцами в лагере, в другом лагере, который переселили, она сама себя подпалила. Как она это сделала? Да никак. Она же с первых дней пила. Вот и она продолжала и там пить. Она не подумала, что её соответствует... С этим... Сотечеством. Сотечеством. Не знаю это слово. Ну, короче, вы поняли. Её напарники по поводу этого могут же её подставить. Ну, такие же, как она. Такие же, как она, настучали на неё в полицию. Да-да, вам не показалось это. Они настучали в неё в полицию. Раз полиция приехала, посмотрела... Ну, они сказали, что, типа, мать бухает, мать не следит за ребёнком. А было, да, так? Да. Первый раз, да, даже приезжали? Да, первый раз даже было. И... Что? Первый раз, я не знаю как, но вот полиция на отмазалась. Прошло месяц или даже больше. Второй раз. И все интересовались, как тот человек, как там ребёнок тот. Ну, понятно, потому что, типа, знают, как она с ним обращалась с этим ребёнком. Ну, непонятно, что там происходило. Что случилось? Во второй раз настучала опять. Ну, точнее, кто-то настучал с беженцем на неё. С кем она там находилась, с кем она пила, я даже не знаю, кто это был. Ну, такие же беженцы. Такие же беженцы, конечно, всё понимаю. И что вы думаете? Настучали, поехала полиция. Всё, ребёнка забирают. Забрали ребёнка. Да. Я не знаю, пособие её сейчас выплачивает или нет. На ребёнка нет, вроде. Вроде нет, да? Ну, и что вы думаете? Забрали ребёнка у неё. Да. Она осталась одна, сейчас она плачет. Я не знаю, пьёт, она не пьёт. Просто она доигралась уже. Просто доигрался человек. Она доигралась. И как бы она знала, что... В Украине такой номер прохватит. Тут нет. Ты знаешь, с кем ты пьёшься, ты знаешь, где ты находишься. Ты здесь не решишь вопросы, даже если у тебя будут адвокаты, не адвокаты и так дальше. Но она наняла адвоката. Но она наняла адвоката, да, кстати говоря. Вот ребёнка у неё отобрали. Она наняла адвоката. Но мне кажется, что это не будет, как Украине, а там, типа, может, полгода пройдёт и всё, всё решится. Какие-то... Нет. Здесь всё так, ребята, не будет. Здесь решается очень долго, как вы поняли, термины, назначения и так дальше. А такой вопрос о ребёнке, если забрали ребёнка, тем более у беженца, которая пьёт, это всё очень серьёзно здесь. Вы не будете шутить. И, как нам рассказывали некоторые люди, которые здесь проживают, что, типа, если беженка, например, или не беженка, просто человек, который здесь, например, вышел замуж, допустим, скажем, украинка за немцем, у их ребёнок появился, и они решили расстаться. И она хочет забрать с собой ребёнка. Нет, она не сможет его забрать. Ни в какую она не сможет. Ещё если будет против папы этого. Здесь всё так не пройдёт, варианта. Так вот, что? Что происходит дальше? Я не знаю истории, как вам точно объяснить, где сейчас тот ребёнок, но я знаю точно, что она будет очень долго жалеть об этом. Может бросить пить. И вот я задумалась, она бросит пить или начнёт ещё больше пить. Потому что то, что она чудила там, это нереально. Это просто сумасшествие. Маленький ребёнок, то что он не понимает. Да, ребёнка очень ребёнка, 5-6 лет. Представьте, я думаю, он нормальный куфон. Маленький ребёнок, язык не знает, он находится с другими детьми, которые не знают там, он не знает ихнего языка, ему тяжело, типа, к нему какое-то внимание, он всё равно ничего не понимает. Ну, типа, языка нет, общения нет, но это ещё хуже. А тут ещё представление. Думают, ого, я так маму не видела тут вообще. Ну, вроде дают же видеться, не? Я не знаю. Короче. Короче, суть такова, не шутите, не буяньте, не стоит так выбивать наглую при всех, даже при наших, потому что... наши, в первую очередь, вас издадут. Издадут, подставят. У нас не одна такая история будет, и вторая история, но это всё реальная история, это не выдумано. Это не выдана история, я не знаю, что происходит дальше с этим человеком, добилась она того или нет, но мне жалко, что вот ребёнка забрали, и как бы я надеюсь, до неё дошло, что не нужно пить, как-то уже нужно вставать на ноги и что-то делать. Да. Так что не шутите с этим, ребята, я вас прошу, соблюдайте законы и не позорьте Украину. Да. Давайте как-то мирно, дружно жить, чтобы было здесь всё, когда всё у нас устаканится, когда мы переможем, мы вернемся и будем очень поважны до нашей Украины. Будь ласка, звернанье до всех украинцев. Всё, ребята. Всё. Пока-пока такая вот сильная история была. Пишите, если вам интересно. Были у вас такие истории? И подпишитесь на нас, пожалуйста. Я думаю, вам было интересно. Мы будем стараться делать для вас видео, макбанги. Заходите на канал, вы очень хорошо узнаете. Всем пока. Пока-пока. Подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok